Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Сомнения в собственных воспоминаниях при неврозе навязчивых состояний. Скажите, что делать с тревожными навязчивыми воспоминаниями при неврозе навязчивости, когда не понимаешь, правильно ли ты помнишь, как чувствовала и действительно думала в прошлом, принимая решение. Например, чётко помню, что в прошлом принимало решение на основе определённых своих убеждений, добрых и позитивных, но приходит вопрос, а вдруг ты ошибаешься, и твои убеждения были иные, причинить другим людям вред. Вот как действует, когда мозг тебя обманывает такими воспоминаниями? Две основные вещи я хочу вам сказать. Во-первых, очень важно, чтобы вы работали с своим лечащим врачом, который, я так полагаю, вам и назначил какое-то лечение и поставил какой-то диагноз. Если мы говорим, да, о том, что вы, значит, про себя говорите. То есть вас в этом смысле должен, пожалуй, вести ваш лечащий врач и никак иначе. Психологи не оставили вам диагноз, не получают рекомендации от врача, как именно с вами работать, а вот как именно, в каком именно направлении с вами двигаться и так далее. Поэтому, на мой взгляд, любая рекомендация может больше принести вреда вам, чем польза. Вот. Это первое. Второе. Вы пытаетесь, на мой взгляд, контролировать время сейчас, значит, себя. Вы пытаетесь через свои воспоминания достичь такой же модели поведения, какая у вас была. На мой взгляд, это ни к чему хорошему не приведет. Потому что человек. Человек может меняться. Человек меняется. А его, ну, его приоритеты, да, его, его убеждения, они могут быть. Другими. Вот. Они могут быть. Ну, не такими, как были до, например, каких-то происшествий. Вот. И, соответственно, изменения. Это абсолютно нормально. Что вам на сегодняшний день, грубо говоря, мешает действовать в соответствии с новыми приоритетами. Приоритетами. Если. Таковы имеются. для чего? Для чего? Для чего? Для чего? Вам сейчас. Возвращаться к тому, что было. Зачем? И, видите ли, вас не смогут обмануть ваши воспоминания. Да? Если. Если. Вы. Добираете. А. Своим. Я не знаю. Своим чувством. Вот. Вот. Если. Вы доверяете себе. Поэтому. Это вопрос. Вот. Именно. Именно. К тому. Как. Вы. Себе. Сами. Относитесь. Насколько. Вы. Хорошо. Себя. Чувствуете. Насколько. Вы. Себя. Знаете. Насколько. Хорошо. Вы. Себя. Знаете. Замечаете. Вот. Вот. И. Не боитесь. ли. Вы. В этом. В смысле. Вы. Быть. Собой. Ну. Потому что. Это. Лично. Мне. Да. Лично. Да. Эм. Как. 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 Это. Вот. Эм. Показалось. Мне. показалось. Немного. Немного. Что. Боитесь. Вот. Мне показалось. Что. Что. Вы. Боитесь. Быть собой. Мне показалось. Что. Боитесь. Эм. Того. Вот. В этом. Смысле. Эм. Какая вы. Вот. Я. Могу. Вас. Я. Могу. Понять. Я. Могу. Понять. Что. Ну. Почему. Вы. Боитесь. Быть собой. Я. Могу. Понять. Откуда. У вас. Это. Может быть. Может быть. А. Чувство. Это. А. Такое. Вот. Чувство. Всегда. Да. А. Значит. Какая-то. Вот. Уверенность. Вот. Какое-то. Сомнение. Отношительное. Сомнение. Себя. У вас могут быть. Тем не. Тем не менее. Задача. Ммм. Психолога. А в любом. Случай. Соглючается. В том. Чтобы. Вернуть. Вас. Как. Само себе. И. Как. Мне. И оказывается, вы не делаете к этому шагу, когда пытаетесь, ну вот, что-то вспомнить про ФД. Вот, поэтому я говорю, что вы сейчас занимаетесь, на мой взгляд, надышкиным трудом, вот, то есть, ну, оказываете себе по факту такую вот медвежью услугу, как, ну, как мне кажется. И, в общем и целом, погружает себя в тревожное состояние тем, что пытается вспомнить, что там, вот, с чего, может быть, вспоминать совсем необязательно. То есть, вы не можете ответить довольно четко на вопрос о том, зачем. Вам это все вспоминать. Ну, если вы боитесь причинить вред, если вы боитесь причинить вред людям, которые вокруг, ну, около вас, вокруг вас, вот. То здесь имеет смысл работать с агрессией вашей, вот, с чувством злости, которая, которая у вас имеется и, которая, как мне кажется, как-то, ну, присущая, свойственная, любому, любому человеку, не только, не только вам, вот, и абсолютно нормально то, что вы его, например, пытаетесь, ну, как-то скрыть, да, пытаетесь его там искровать, например, вот, ну, ничего хорошего вам не даст. Поэтому вот такая вот история, такой вот момент, который хотелось бы вам сказать. Конечно, конечно, я бою себе отсчет в том, что вы этого, может быть, не примете, вот, в принципе, не примете, того, что я сказал, может быть, что... Вам нужно вспомнить в таком случае? Настоятельно. Рекомендую обратиться к вашему личному врачу для того, чтобы он вам дал соответствующие рекомендации. Если вы планируете работать с психологом, вот, планируете психотерапию, вот, свою, то в этом случае. Также необходима рекомендация врача вашего. Вот, значит, чтобы мы понимали, я имею в виду, чтобы психологи понимали, вот, в каком направлении вам с вами нужно работать. Потому что иначе можно навредить. Вот. И навредить, и навредить очень сильно можно. Вот. Чего бы, конечно, не хотелось, и более того, нельзя этого допускать. Вот. Нельзя допускать того, чтобы вам был нанесен какой-то вред. Вот. 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 Поэтому все, что я, вот, сейчас говорю, да, вот это все исключительно для вашего, так скажем, блага, для вашего благосостояния. Вот. Чтобы вы себя не потеряли, я предполагаю, что вы держите, ну, что вы потеряли. Сейчас. 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 Вот. Ну, и хочется сказать о том, что вы воспринимаете, вот, вот, значит, свое состояние, да, вот, которое вы называете, как что-то такое вот. Несколько обособленное, вот, это не совсем хорошо, потому что ваше состояние является результатом определенного личностного конфликта. с воритий на управление чего-то. Навязчивое состояние просто так не появляется, опять же. Вот. Вот. Поэтому с этим тоже нужно работать. Вот. Мне остальное без внимания. Вот. А то, что мне сейчас кажется, это то, что вы как-то вот больше сосредоотачиваетесь на, ну, последствиях, да, вот, нежели чем на самом, ну, на первой причине. Вот. Вот. И таким образом тоже увязаете в работе с этим. Вот. И последнее, что я хотел бы сказать, это по поводу, ээээ, в целом, вашей жизни. То есть вот. на что вы обращаете, как сказать, первостепенное внимание. Если это так, то ничего хорошего в этом нет и быть не можете. Надеюсь, что так же в данный момент вы постараетесь понять. Вот. Ну что же. Я думаю, что на этом всё. Буду вам благодарен за обратную связь по умному ответу, что позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии, позволит вам выявить то, куда бы и как вы хотели бы двигаться. Я вам желаю всего самого доброго. Я вам желаю удачи. Вот. Обращайтесь за помощью к психологу, чтобы вам было хорошим. Спасибо. Спасибо.